Всем привет! С вами Ванькоша и сегодня новое видео у меня на канале. Как я обещала, в этом видео я вам хочу рассказать о своем опыте офлайн работы. К сожалению или к счастью, его было достаточно много и он был не самым удачным, как я сейчас уже могу это осознать, понять и сделать выводом. Но это был серьезный этап в моей жизни. О нем не надо забывать и он очень мне помог стать такой, какой я сейчас являюсь и заниматься тем, чем я сейчас занимаюсь. То есть помог прийти к фрилансу. Поэтому небольшое отступление. Поставьте лайк, напишите в комментариях, что вы еще хотели, какие темы вы хотели, чтобы я вам рассказала. Подпишитесь, мне будет очень приятно. И уберите кружечку чая и погнали смотреть видео. Как я вам уже и рассказывала, я начала работать лет 12. Сначала это была какая-то помощь папе, за которую он меня немножко доплачивал. Но в дальнейшем это уже начало перерастать по что-то большее. Я поняла, что я могу самостоятельно, самостоятельным трудом зарабатывать деньги. Мне это очень понравилось. И я начала искать работу. Конечно, в то время, в 2012-2013 годах, интернет не был настолько развит, по крайней мере, мне было лет 12-13. Я в нем еще как бы дальше одноклассников не заходила. И я не знала, что можно, конечно, что-то онлайн делать. Я все пыталась найти работу офлайн. И, конечно же, я сталкивалась тем, что меня никто не хотел брать, потому что я маленькая. Все говорили, вот встанет тебе в 16, приходи. Вот и все, на этом все заканчивалось. Я даже приходила с мамой. Мама говорила, разрешаем работать, в чем проблема, да, надо подписать, что-то подпишу. Но все равно везде были отказы. И вот по какой-то случайности, однажды я познакомилась с нашей школы с мальчиком одним из параллельного класса. И он мне говорит, я летом иду работать. Ему было на тот момент, кажется, 15 лет. Мне на тот момент было 14 лет. То есть я была помладше на год, потому что я в 6 пошла в школу, он в 7 пошел в школу. И вот его взяли на работу в 15 лет. И я, конечно же, подумала, ну нельзя упускать такой шанс. Тем более он расхваливает, говорит, все нравится, можно нормально заработать. Я думаю, ну классно, все, надо идти узнавать. И вот я пришла, мне 14 лет. Я и сейчас не сильно взрослой выгляжу, а тогда я вообще ребенок-ребенком была. Говорю, здравствуйте, я тут хочу устроиться. Мне уже 16 лет. Ну, понятно, что мне кажется, все догадались, что мне меньше. Но сказали, давай, давай, попробуешь. Короче, не взяв у меня никакие документы, меня взяли в фирму работать. Эта фирма называлась DS Max, как помню сейчас. Фирма занималась продажей косметики. И это не была просто продажа косметики, типа бутик, или где ты сидишь, и ждешь, пока клиент к тебе придет, и ты уже потом о товаре что-то расскажешь. Нет. Все бы было очень просто, если бы это было так. Это было дистрибьюторство, то есть мне каждое утро, 8 часов утра, выдавали огромную стилку, даже две, с косметикой. Там было куча всего, просто куча всего. Были всякие блески, помады, туши, тени, духи, тональные крема, крема для лица, крема для рук. Не знаю, вот все, 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 и в достаточно больших количествах выдавали мне это все утром. Говорили, иди, куда, куда хочешь, главное продай. И я работала так с 8 утра до 6 вечера, каждый день, 6 дней в неделю, на протяжении почти целого лета. Я просто ходила по улицам, по городу, и заходила во все бутики, во все магазины, во все какие-то детские сады, офисы. И такая, здравствуйте, я как сейчас эту речь помню. Здравствуйте, я представитель компании DS Max, у нас появились новиночки. Давайте я вас с ними ознакомлю. Класс. Не правда ли? И вот так я вот подходила ко всем и втирала какую-то дичь. А почему же дичь? Ну все потому, что, конечно, эта вся косметика была не супер хорошего качества. Вот я вам рассказываю. Если к вам когда-то кто-то так подойдет, никогда ничего не покупайте у него. Во-первых, потому что там есть наценка, потому что такие люди обычно работают за процент. То есть я получала 30% от продажи. Если эта тушь стоит 100 лет, то я получаю 30-70 лет и отдаю в компанию. И представляете, из чего эта тушь должна быть сделана, при том, что она стоит 70 лей для компании. Им же надо, чтобы была выгода все-таки. Как минимум, там, 50 или 40 лей они же себе должны забрать. И где-то себестоимость этой туши лей 20-30. То есть на рубли это, ну, это 80 рублей где-то себестоимость этой туши. И что я могу сказать? Сделана она из какашки. Вот и все. И помимо того, что она сделана вот из какашки, бренд-то написан Шанель, Диор, Лореаль, всякие вот эти вот супер-пупер. И, конечно, я, как наивный человек, прихожу и говорю, конечно, это оригинал. Это оригинал. Вы не понимаете, такой туш еще нигде нет. Нет, это новиночка. Просто, понимаете, сейчас в Молдову только водится маленькая партия, чтобы товар немножко распустился, чтобы о нем слух пошел. А потом эта тушь появится на прилавках магазина, и она будет не 100 лей, а 700 лей. А у вас она будет уже. Представляете, какая выгода? Попробуйте, возьмите, купите. Разве не смешно? Смешно. Но я с уверенным лицом ходила и втирала людям вот такую вот дичь. Мне кажется, на меня смотрели как на больную. Но у меня даже что-то получалось. Не всегда хорошо, но получалось. То есть бывали дни, когда я могла заработать там 400 лей в день. Я думала, вааааай. Какая я молодец. А бывали дни, когда я ноль зарабатывала. То есть я могла с утра до вечера проходить этими двумя сумками, ходить по жаре, потому что это было лето. Я в основном часть года училась. Поэтому работать не могла. Вот летом на каникулах я приходила. Я вот по этой жаре с этими сумками могла целый день проходить и ничего не заработали. Представляете, это было ужасно. Ужасно просто. Но я не жаловалась. Я помню, я так уставала. Я засыпала вечно. Я прям не могла все никак на отдыхаться. Я перестала почти общаться с друзьями. Хотя мы до этого, до того, как я устроилась на эту работу, почти каждый день там встречались. Когда-то ходили, гуляли, общались. А потом, как я устроилась, все. У меня просто не хватало сил с ними куда-то идти. Я выматывалась. И эта работа привела к тому, что меня начали ставить на поездки, ну не за границей, но в командировки. То есть я ехала по другим городам Молдовы. Зачастую это были маленькие города, но были и, в принципе, большие. То есть, например, Пельцы, Камрад, Кахул и Фанводы. Он мне особенно запомнился. И вот я ездила по таким городам. Это означало, что я должна встать вообще в 5 утра, в 6 быть на работе. И мы ехали к 8, мы приезжали уже в какой-то город. И до 8 вечера я по этому городу ходила. А потом мы приезжали в Кишинев и вообще в 9 вечера. Уже когда было темно, в 9-10 вечера я только приходила домой. Уставшая, убитая, просто никакущая. И просто валилась ног спать. Вот так вот большие заработные платы у меня, в принципе, больше там лет 400 не поднималось в день. И я просто в какой-то момент, это было после моего дня рождения, уже лет заканчивалось. То есть, конечно, середина августа, я поняла, что надо. Хоть чуть-чуть мне все-таки за лето отдохнуть. Я уволилась. И слава богу. Потому что одной из последних каплей было то, что в одном из таких городов, Штефан в воду, как вы понимаете, я отравилась. Очень сильно отравилась, потому что в таких маленьких городах, ну, было все не супер качественно. Я, конечно, ездила и надо было что-то купить, покушать, надо было что-то купить, выпить. Я, как бы, очень брезгливый в этом плане человек и старалась, ну, ходить в самые, так скажем, лучшие магазины, заведения в центре города. Конечно, какие уже мои коллеги по работе знают, говорят, да, там нормально. И даже в таком вот нормальном, хорошем заведении я смогла так отравиться, что слегла на несколько дней с температурой по 40 и вообще умирала. И это было прямо перед моим днем рождения, так что на день рождения свой я даже торт не смогла кушать. Это была вот последняя капля, и я ушла. Но ненадолго, потому что на следующем год я снова пришла на эту работу, потому что больше никуда меня не взяли. И вот так 14-15 лет я проработала приставальщицей к людям. Это по-другому не назвать, потому что я реально приходила и просто послушайте меня. Ну вот давайте, ну купите, я прям втирала людям и втирала дичь. И я была еще не самой наглой, хотя я ходила и втирала, а были те, которые прям вот подтянут на уши из моих коллег. И вот пока не купишь хотя бы что-то, у них они не отстают. Я прям такой наглой не была, но я все равно старалась. Вот 15-й год закончился, мне наконец-то 16 лет исполнилось, и я решила, что все, надо что-то менять в этой жизни. И я пошла раздавать листовки. Уху, какая я молодец. Это было где-то на протяжении двух лет, то есть, да, с 16 до 18 лет я занималась промоутерством, то есть я раздавала листовки и работала на дегустацию. Как сейчас я понимаю, меня просто дурили как могли, хотя я тоже пыталась так делать. Но фирма брала, конечно, там, не знаю, по 60 лей в час, то есть 60 лей в час, это умножить на 4, 240 рублей где-то в час за таких работников, как я, которые будут ходить раздавать листовки. А мне платили всего 100 рублей в час, и это опять-таки чаще всего была жара. Потом я осталась работать на протяжении реально двух лет полностью, то есть и зимой работала. В зиму я ходила, мерзла, раздавала эти грёбаные листовки. Я думала, я рублю бабло. Когда я в день могла заработать там по 100-200 лей, то есть по 8 часов могла работать, я думала, какая я молодец, я вообще просто в космос. Ну, уставала я невыносимо, у меня вся обувь была испорчена, потому что я ходила регулярно, на ногах стояла. У меня просто такие мозоли на пятках были, я ног не чувствовала, но всё равно ходила и работала. Эти листовки вечно весили кучу-кучу килограммов, и это всё у меня было где-то в рюкзаке с собой, вот так набитый он всякий барахлом. Я сначала очень-очень честно работала, то есть прям вот мне надо было 4 часа стоять, я 4 часа стояла. Но потом я поняла, что можно немножко хитрить, и, например, чуть попозже прийти, пораньше уйти. И, конечно, когда я так уже хитрила, становилось не так печально работать. Дальше я пошла работать на дегустациях ещё, не только на листовках, и тогда вообще пошла хорошая жизнь. Когда на дегустации какие-то вот мясо, какие-то колбаски, чайчик, винишко или что-то такое приносили, то, конечно же, во-первых, грех не попробовать самой, а во-вторых, грех что-то не взять всё-таки домой. Поэтому я иногда какие-то остатки, ну, я зачастую там оставалось полбанки чего-то, полпачки ещё чего-то, и я это всё себе отбирала. В принципе, вроде никто был не против, и тоже думала, ну, хоть какой-то плюс, помимо там, сто ли я 4 часа отстояла, ну, вот ещё хоть чуть-чуть что-то домой принесла. Да, молодец, тоже себя безумно гордилась в тот момент. Сейчас я понимаю, блин, вот эти 100 рублей в час того не стоили, ты так сильно устаёшь, ты так сильно мучаешься там стоять, тратишь на какие-то там 400-800 рублей в день кучу своего времени и сил, а выхлоп-то мизерный, а вот компания зато рубила хорошо бабло. И с этой компанией, в итоге, когда я уходила в лет 17-18, уже, то есть проработал почти 2 года у них, у меня был большой конфликт. Эта компания узнала, что я работаю ещё на других людей, и, короче, был большой конфликт. Они очень задерживали зарплату, они должны были выплачивать каждую неделю, в конце недели зарплату. И они мне уже задолжали за недели три где-то. Я всё работала и работала, а я как раз была, так скажем, одной из лучших сотрудниц. И они не хотели мне выплачивать там около двух тысяч, даже больше. Какие-то штрафы на меня хотели повесить, то, что я работала в других компаниях. И это был очень неприятный конфликт, потому что для меня, для, там, 15, нет, сколько, там, лет 17-летней девочки, это были достаточно большие деньги. Я думала, блин, две тысячи леи, это 100 евро, это где-то 8 тысяч рублей, это, блин, достаточно много. Плюс, даже дело не только в этих деньгах, а дело в том, что я столько сил потратила и столько отработала, чтобы мне не выплатили деньги. Нет, меня это не устраивало. И, короче, я написала в какую-то фирму заявление о правах несовершеннолетних, что я, типа, там работала, они не имеют права мне не выплачивать. Короче, они все очко жим-жим. И выплатили мне все деньги, и так я ушла от них. Дальше я осталась работать с несколькими людьми напрямую, у которых я до этого работала, через них. Так я и получала больше, и они тратили меньше. Короче, нас все устраивало. И на этом все. Больше я, в принципе, нигде не работала в Молдове. Но я переехала в Германию и работала там. Две работы у меня были офлайн. И тоже осталось все не без приключений. Во-первых, я работала моделью. Это первое, что я вообще нашла. Я написала объявление в интернете, что вот, я ищу работу, поставила свою фотографию, и кто-то откликнулся и говорит, мне нужна модель. Там что-то там, для чего-то там. Я уже не помню, как это было все сформулировано. Но, учитывая то, что сколько раз мне предлагали секс за деньги, именно по этим объявлениям, я уже очень боялась ехать. Но, все-таки, я взяла с собой Диму и говорю, давай поедем. Там типа подождешь, мне где-то недалеко. Если что, я тебя наберу. И вообще, ну, чтобы ты хотя бы показался, что я тебе не одна приехала. Чтобы все боялись. Ну, короче, мы приехали. Это была квартира какого-то человека, он фотограф. И мы какую-то там съемку, разные образы, вещи, не знаю что. Я думала, что все хорошо. Потому что, в принципе, первые пару раз наши съемки проходили хорошо. Он мне платил где-то, там, не знаю, 7 евро в час или что-то такое. И я так думаю, ну, 2 часа где-то мы фотографировались, 15 евро я получала свои. Ну, нормально. После того, как я эти 15 евро зарабатывала, работая несколько дней. А тут я за 2 часа же зарабатывала 15 евро. Думаю, я самая счастливая, что ли. Я так этим тоже гордилась до тех пор. Пока в один прекрасный день наша фотосессия не закончилась вопросом. А не хочу ли я продолжение? И, конечно, он начал мне регулярно уже написывать. До сих пор, представляете, до сих пор пишет. Меня поздравил, вот, меня недавно с Пасхой. Пишет мне, спрашивает, когда я к нему приду. И вообще, что я им так нравлюсь, не знаю что. Всегда делал кучу комплиментов мне. И всегда пытался намекать мне на что-то большее. Хотя мне казалось, начальше, что он гей. Но на этом, короче, моя работа фотомоделью закончилась. Потому что я уже поняла, что это совсем не доставляет мне удовольствия. Эти 15 евро я получаю. А чувствую себя униженной. Просто униженной. Я решила дальше искать работу. Вот, я чуть не забыла. Я работала один день уборщицей. Представляете? И такое в моей жизни было. Точнее, в 12 часов ночи. Вдруг мне пишет какой-то мужчина и говорит, что вот, мне нужна помощь в переезде. Мне там надо, чтобы посуду собрали, что-то там упаковали, коробки, принесли, что-то внесли. Я думаю, ну окей. Когда? Он говорит, сейчас. В 12 часов ночи. Я говорю, ну ладно. И я, он там сказал, что платит там, не знаю, тоже опять, какие-то там 7-8 евро в час. И так я опять пришла. Взяла, конечно, с собой Диму, потому что я трус. Тем более, 12 часов ночи. К какому-то незнакомому чуваку. Мы пришли. В итоге мы остались оба. Там Дима какую-то мебель перетаскивал. Я реально что-то там упаковывала. Что-то там протирала, вытирала. Я была в шоке. Мне реально заплатили. Я заработала тогда где-то 50 евро за это все. Потому что я работала дофига. Несколько часов мы там сидели. Короче, до глубокой-глубокой ночи. Но это было тоже очень забавно. Потому что он мне говорит, что на унитаз еще прицепи какую-то там что-то. Я думаю, господи, тебя самому хоть не стыдно мне это просить. И что он сам на унитаз не может там что-то прицепить. Да, ротик, было ужасно. Но я заработала за 50 евро. И я думаю, господи, что я в Германии разбогателись. Ну нет, мне тут там было. Потому что такой работы, честно, не попадалось. Да и вообще, как бы, в Германии абсолютно другие расходы. Поэтому эти 50 евро уходили просто вот так вот. Дальше я всегда жутила на эту тему, что я уехала из Молдовы, где я раздавала листовки. Приехала в Германию, где буду дальше раздавать листовки. Потому что я реально раздавала листовки, но немножко по другой схеме. Не просто людям, а я клеила эти листовки на машину. Ну, не клеила, а вставляла, так скажем, возле окна, в эту щелочку, листовки. Боже. Мне платили тогда где-то 5-6 евро в час. Мне казалось, это хорошо. Но я очень уставала на этой работе. Я прям ходила километрами. И я сталкивалась с большим негативом. В Германии почему-то очень не любят тех, кто раздает листовки. И очень многие люди на меня как-то агрессивно отойти от моей машины. Что ты тут вообще делаешь? Как-то агрессивно реагировали. Грозили, что вызовут полицию или еще что-то сделают. И я проработала где-то полгода или даже год на такой работе. Но было очень тяжело. Летом было очень жарко. Зимой было очень холодно. А Кельн еще дождливый город. Поэтому еще меня иногда заступили в дождь работать. Короче, не было вообще ничего лучезарного. Но я тогда, помню, имела возможность заработать где-то на этом по 400 евро в месяц. Когда работали где-то пару раз в неделю только. Я думала, ну классно, молодец. А потом я ушла и оттуда. И перешла полностью в онлайн. Решила посвятить больше времени этому. И что вы думаете? Мой заработок вырос. Представляете? Я никогда не думала до того момента, что я реально смогу сидеть дома, кладкать по компьютеру и зарабатывать деньги. Конечно, я сейчас говорю, как будто бы это максимально легко. Но это гораздо лучше и легче, чем то, через что мне приходилось проходить. Через впаривание какой-то косметики. Через раздачу листовок и обман начальства. Через какие-то вот эти километры пройденного пути или домогательства со стороны фотографов. Нет. Это все того не стоит. Это все эти деньги того абсолютно не стоит. И когда я начала работать, сидя за компьютером, в телефоне и так далее, я подумала, я самая счастливая на свете. И вот моя история такая, может немножко сумбурная, но такая есть. Вот так вот я пришла к фрилансу. И дальше уже видео будут посвящены ему тоже. В том числе я расскажу, как искать заказчика. Как не попасться на машине, какие плюсы, какие минусы есть у этой, ну не специальности, но у фриланса, у удаленной работы. Поэтому, чтобы не пропускать эти видео, обязательно нажимайте на колокольчик, подписывайтесь. И спасибо за просмотр. Пока-пока. 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 Пока-пока.